Ну что, как я и обещала, Дали. Чудесный человек, что я могу сказать. Вообще, хотела вам рассказать именно про его ювелирную коллекцию. Я вообще такой любитель ювелирочки со стажем, скажем так. И что в первую очередь хотелось бы вам зачитать, это его собственные слова о его произведениях, именно в ювелирном искусстве. Украшенные драгоценностями работы созданы, чтобы усложнять взор, поднимать дух, пробуждать воображение и выражать убеждения. Без публики, без присутствия зрителей эти драгоценности не выполняют своего предназначения. Таким образом, зритель становится окончательным творцом. Его взгляд, его сердце, его ум, сливающиеся воедино и с большим или меньшим пониманием, улавливающие намерения создателя, дают им жизнь. Ну, могу сказать, после лекции той замечательной девушки, немножечко стало понятнее о том, что эпоха модерна и постмодерна, на стыке которой как раз-таки творил Дали и больше все-таки, он был в постмодерне. Постмодерн начинается, современное искусство начинается у нас с 50-х годов. В это время мастера отдавали прерогативу, скажем так, видеть их произведения и чувствовать их произведения именно зрителям. Собственно, ювелирная коллекция Дали основана на 39 эскизах его собственных. 37 произведений они успели сделать при жизни мастера, два уже после. Ювелиром был Карлос Алимани. Интересный товарищ, потому что еще в 1930-м он был дирижером танго-оркестра. В 40-е он начал изучать ювелирное искусство, и уже в 50-м он познакомился с Дали и помог воплотить вот эти вот идеи Сальвадора, в общем-то, в жизнь. В 40-е Дали как раз-таки находился в США, и вся его коллекция первоначально выкупалась магнатами и миллионерами, потом вся коллекция перекочевала в Саудовскую Аравию, и Саудовская Аравия была распродана трем юрлицам в Японии, и только к 2000 году она вернулась, ну, не то чтобы альма-матер, но, наверное, в родное место для Дали, и в его музей-театр, который вы можете видеть на фоне этого слайда, в его такое святилище, да, собрание всех его работ, которому он сам лично приложил свою руку, и, собственно, выкупил уже это фонд Гала Сальвадор Дали вот к 2000 годам, то есть попутешествовала эта коллекция ОГОГО. Ну, сегодня я вам покажу не все, естественно, 39 произведений, это достаточно дофига, вот, но совсем чуть-чуть приоткрою занвес. Это Королевское Сердце, и интересно оно тем, что это такая активная инсталляция, вы это увидите дальше на видео, выполнена она из золота, рубинов, сапфиров, изумрудов, аквамаринов, резолитов, гранатов, аметистов и жемчуга. Кто не признал жемчуг, он, если что, вот, на короне, микрожемчуг тоже бывает. Выполнена она в 1953 году. Как вообще это случилось? Ну, все, в принципе, знают то, что Гала, его жена, была самой главной его вдохновительницей, и одной из двух, в общем-то, мус, которые позировали ему. Первая была его младшая сестра, а вторая, собственно, Гала. Ну, преимущественно Галу, конечно, больше любил всю жизнь. «Что ты хочешь, сердце мое? Чего ты желаешь, сердце мое?» — спрашивал Дали. «Бьющееся сердце из рубина». Так вдохновила Гала, мастера, на это произведение. Но вообще, в целом, на самом деле, это... Ну вот, вы можете видеть, как он движется. Это произведение было все-таки адресовано в честь коронации Елизаветы II. И тут чуть-чуть немного могу сказать про символизм, который вкладывал, в общем-то, Дали в это произведение. Собственно, «Бьющееся сердце» он позиционировал как Елизавету. «Сердце вокруг» — это народ, который ее окружает. И, ну, собственно, корона — это момент восхождения на престол. Очень много, естественно, христианской, католической символики в его работах. Справа вы можете видеть эскиз его же руки, собственно, да. Тот проект, который он передал его ювелиру. Надо сказать, что все камни, все материалы он выбирал лично, он контролировал этот процесс. И отдавал он всегда предпочтение очень ярким, чистым, насыщенным камням, драгоценным камням. Это произведение, это инсталляция «Крест ангела», тоже с движущимся механизмом. Но это далеко тоже не последнее, что двигалось. Удали, выполнена эта инсталляция из золота, лазурита — это вот этот вот синий-синий шар внизу. Естественно, бриллианты, топазы и кораллы. Насчет движения. Ну, такая нетривиальная история. И тут очень нетривиальный топаз, вот этот вот огромный раух-топаз, который в сердце, скажем так, в композиции у нас. И вот такие шипы, инкрустированные как раз-таки бриллиантами. Добавная штука. Тут про символизм вам ничего не скажу. Но Дали был таким страстным католиком. Поэтому очень часто в его произведениях мы можем увидеть непосредственно христианские мотивы. Ну, очень знаменитая картина «Постоянство времени», которая была выполнена к 1931 году. Ну, и частично, частично, все-таки его образы, его картины, его какие-то инсталляции, они воплотились и в ювелирном искусстве. Вот справа вы видите брошь тоже «Постоянство времени». «Золотая брошь инкрустированная бриллиантами», выполнена к 1949 году. И есть еще ряд произведений, которых я, думаю, покажу вам в следующий раз, которые также основывались на его более ранних произведениях и нашли свое воплощение в золоте и драгоценных камнях. Ну, и глаза, собственно. Это брошь была преподнесена Галле. Это платина, даже не белое золото, инкрустированная бриллиантами, рубинами, эмалью. Эмаль, собственно, покрывает циферблат часов. И также там вставлен действующий часовой механизм. То есть часы, они тоже повсеместно были использованы, причем часы, которые не просто нарисованы, которые имели свой механизм, которые работали, скажем так. Так, тоже не первое и не единственное произведение с часами. Такая реклама, да. А об этом я вам расскажу позже. В общем-то, огромное количество интересных вещей. Но на сегодня у меня все. ПОЁТ ФИЛЕЙСКИ ПОЁТ ФИЛЕЙСКИ